Отделение рассчитано на 17 человек. На сегодняшний день в нем живут 14. Есть среди них люди возрастные, есть и молодежь, постояльцы из разных городов Свердловской области, но большинство из них – нижнесалдинцы. Граждане, у которых есть доход, мы берем на 6 месяцев. В текущем году, предположим, с 1 января по 31 декабря 2015 года, он может находиться 6 месяцев. А граждане, у которых нет доходов, бомжи, так называемые, безопределенное место жительства, мы их берем на 1 месяц. Но если у них там такие уже застарелые проблемы, предположим, нет паспорта, нет там еще что-то, нет вообще никаких документов, конечно, они у нас живут до тех пор, пока мы им не восстановим документы. Если им требуется что-то дальше делать, предположим, вывести их на группу инвалидности или дальнейшее оформление в дом-интернат, то мы им все это помогаем. В настоящее время пять клиентов отделения прошли медико-санитарную экспертизу и ждут документов. Троим из них планируется оформить группу инвалидности, двоим – карту индивидуальной программы реабилитации инвалидов. В настоящее время путевку в дом-интернат ждет один из постояльцев. «Я работал в Екатеринбурге, там ноги отморозили. После больницы меня привезли сюда. По профессии я маляр. Мне 46 лет». Вообще, постояльцы отделения временного пребывания могут пробыть здесь не более шести месяцев. За это время они должны найти для себя дальнейшее место проживания, вернуться к родственникам или арендовать жилье. Но и свои завсегдаты здесь тоже есть. Люди, обращающиеся сюда на протяжении нескольких лет подряд. Причина банальна – не сложившиеся отношения с родственниками. «У меня свое было жилье. Квартира была в завходе. Я ее продала, чтобы детям дом купить. Но они не хотят сына жить. Я второй раз сюда пришла. Первый раз. Месяц, наверное, прожила. Потом дочь меня забрала. Но я с ней не могу жить. Она гестаповка, как говорится. И все. И второй раз сюда пришла. 22 сентября. Мне все хватает. Мне пищи хватает. Мне вообще лишь куда жить на раз. Действительно, питание и уход в отделении на хорошем уровне, но не бесплатно. У кого хорошая большая пенсия, те оплачивают это сами. Все услуги, которые мы здесь оказываем, они оплачивают сами. Это получается где-то 5-700-6 тысяч в месяц. Это если они идут за полную оплату. А если у них маленькая пенсия, то 75% пенсии. Сколько бы услуг они не приняли, на какую бы сумму они услуг не приняли, они платят 75% пенсии. Завтраки, обеды и ужины готовят работники комбината школьного питания Нижней Салды. Каждому постояльцу они обходятся ежедневно в 133 рубля 96 копеек. В случае, если здоровье клиента отделение ухудшилось, его направят на врачебный осмотр. Городская поликлиника и стационар находятся рядом. Если заболевший не может идти самостоятельно, врач придет и назначит лечение прямо в палате. Либо прибудет бригада скорой медицинской помощи. Лечение проводят, если нужны уколы, медсестры поликлиники, медсестры ЦГБ. А если таблеточки, то у меня есть специалист, который этим всем не занимается. Она выкупает таблеточки в аптеке, и мы уже таблеточки даем сами. Это у нас входит в стандарты, мы это должны делать. Чтобы людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, оторвать от грустных мыслей, вернуть желание жить, раз в неделю в отделение приходит культорганизатор. У меня уже несколько было мероприятий, все осенью посвящено. То поле чудес мы тут крутили барабан, потом мы делали газету «Золотая осень», она у нас висит. Сегодня мы букет делали и тоже повесили его на бумаге и на стенку повесили этот портрет. Загадки были, какие-то пословицы. Вот сейчас Елена Николаевна Волкова рассказывает о месяцах осенних. В отделении временного пребывания трудится 10 человек во главе с заведующей. У каждого из них свои обязанности. Но все вместе они создают чистоту и уют в этом небольшом отделении, делятся своим теплом и заботой с попавшими в трудную жизненную ситуацию людьми. Казалось бы, чего еще желать одинокому человеку, но в глазах почти всех живущих здесь отчетливо видна грусть. Им есть что вспомнить, о чем пожалеть, в который раз возвращаясь в счастливые моменты своей прошлой жизни.